Субтитры делал DimaTorzok Пожалуй, Нардеа и Митлайф это как сборная Исландии Вроде бы каких-то невероятных успехов нет Но они в последнее время всегда с нами, они играют Они такие команды очень упорные Так что две Исландии, можно сказать, сейчас на поле Правда штрафной получает Митлайф, хорошо, сразу его разыгрывает И создает опасный момент, сразу тревожно Вратарю Нардеа, у нас Хомяков сегодня защищает ворота Нардеа В этом сезоне частенько ратируется позиция галкипера у Нардеа Четыре раза команды встречались в своей истории Начали с ничьей в 2016 году, тогда играли на Гассоне в рамках туркового турнира 0-0, потом победа со счетом 4-2 у Митлайф Это март 2017 года 2-0 Нардеа удалось отыграться в том же сезоне, в четвертом первенстве Москвы, а вот в ноябре 2017 года со счетом 2-1 Нардеа свое лидерство упрочило Так что личная встреча у нас в пользу Нардеа Ну это все история Как говорится, это просто присказка А вся сказка впереди У Нардеа сегодня поражение крупное От московского кредитного банка мы увидели Митлайф тоже МКБ проиграл, но не с такими устрашающими цифрами Правила уже привычные нам Пять человек в поле Один вратарь Шестой и последующий Фолэн оказывается 200-метровыми штрафными ударами Все команды у нас опытные Далеко не первый сезон проводят И кажется, что более-менее уже привыкли к судейству И так осторожно себя ведут Удар поворотом и опасно Скамейки запасных активно подсказывают своим командам, что нужно делать У Митлайф намного больше здесь советчиков Понял, кто будет давать программированный Ну, футбол пока довольно закрыт, и Медлайф и Нардея понимают, что на кону у нас стоит четвертое место во втором дивизионе. Ну, Нардея и Медлайф, ну, не то чтобы совсем лишились уже шанса подняться выше, но так, если смотреть объективно. Если бы у нас букмекерская контора была партнером наших соревнований и всех комментаторов заставляли бы делать ставки и давать прогнозы, я думаю, что никто бы не поставил на то, что Нардея с Медлайфом поднимутся выше четвертого места. Ну, вроде как и отставание от Сбербанка страхования, по итогам тура, ну, сколько, ну, 8-9 очков будет. То есть, в принципе, цена 2-3 побед. Ну, вот, сама динамика игр Нардея с Медлайфом, ну, говорит о том, что дальше этим командам будет только тяжелее. Вот в следующем туре Нардея, ну, кстати, опять с Медлайфом будет играть, а потом в поединке с HSBC и Сбербанк страхования. Ну, то есть, прямые конкуренты. То, что мы сказали в четвертом, а в пятом туре Нардея у нас играет с Русалом и с Помуксом. Ну, там тоже очки будет набрать непросто. Я так полагаю, что такие же соперники. А пока Медлайфу удается забить. Открывают они счет со скамейки, сразу говорят, еще раз давай, как будто это так просто. Если находился этот советчик не на скамейке, то тогда, может быть, такие советы и не давал. Антон Корнев отключается с передачи Сергея Лунина. На шестой минуте фиксируем забитый гол. Медлайф заводится. Вот Нардея, это как раз удобный соперник, чтобы все свое мастерство показать. Максимально близкий соперник по силам и результатам. Контратака Нардея. Вратарь почувствовал, куда будет наноситься удар. Кто-то скажет, что мяч попал по вратаря. Я бы сказал, что вратарь очень правильную позицию занял на линии. Еще один прострел на дальнюю штангу. Медлайфу, да, не хватает ударов. Почаще бы проверять вратаря. Хотя бы надеяться на отскок. Нападение, еще до удара доводите. Все, вратарь, вратарь, вратарь. Вратарь, вратарь, вратарь. Вратарь, вратарь, вратарь. Скори, скори, скори. Отжали, отжали. Вперед. Побыстрее нужно мяч вводить в поле. Арбитр уже от счет дал. Чуть много сегодня таких хороших, размашистых игр. Ну, третий тур. Здесь никому уже нельзя ошибаться. Всем только победы нужны. Вот, Нардея решил попробовать стаковать позиционно. Ну, надо сказать, что Нардея-то поопытнее, чем Медлайф. Просто Нардея в позиционных атаках мы не особо привыкли видеть. Еще-ヤухи. Еще-ляухи. Еще-ляухи. Перерыв. Надо отдохнуть командам и подумать, что делать дальше. Особенно Нордеа. Им нужно отыгрываться. Здесь поражение будет смертью подохнуть. Второй дайм. Еще 10 минут Нордеа есть для того, чтобы отыграться. Ничья должна позволить Нордеа сохранить статус-кво, положение вещей. Если будет ничья, то Нордеа будет немного выше команды Медлайф в турнирной таблице. Ну, правда, с поправкой на то, что у Нордеа сегодня еще будет матч с РТРС. Медлайф будет играть против Теньков. Вот после этих игр еще может положение команд измениться, если кто-то из них наберет очки. Если же не наберет, то Нордеа будет с двумя очками гордо стоять на четвертой позиции. Если будет ничья. Первая ничья у Нордеа была против Сбербанк Страхования. Тогда 2-2 закончилась игра. А Медлайф... Медлайф пока очков не набирал. Так что сейчас у Медлайфа может первая победа быть. Ну, такой футбол пошел. Ну, по принципу, видишь мяч, бей. С любой позиции, с любого угла главное удар нанести, а там дальше видно будет. Будет угловой хорошо, но опасный рикошет вообще прекрасно. Если мяч в руку кому-нибудь попадет и будет штрафной, ну, это уже полдела сделано. Перевод-то был неплохой на ближнюю к нам бровку. Но если бы там кто-то находился, кроме запасных игроков в Медлайф, то бы вообще прекрасно. Моменты есть. И можно остановиться на долю секунды, поднять голову вверх, посмотреть, где партнеры находятся. Ну, не настолько высокие скорости у соперника для того, чтобы нужно было играть в одно касание. Если мяч у команды на секунду приостановиться, поставить мяч, смотреть, где товарищи, потом уже делать пасы. Ну, и на орды, а то уже сразу бьет. Нарушение фолл, который однозначно тянет на желтую, поэтому седьмой номер Медлайф даже и спорить не стал. Повнимательнее надо быть. Если была показана желтая карточка, то нужно дождаться свистка арбитра и потом уже мяч вводить в игру. Курнев был в стенке, в него и мяч попал. Какой высокий прессинг у Медлайфа. Дары издали. Ну, если Курнев габаритный есть в составе у Медлайф, то Нардеа может ответить своим большим нашивочниковым. Медлайф-то не пытается особо играть на удержание счета. Вот сейчас они вводили и разыгрывали аут. Можно было отыграть вратарю. Как минимум. Или просто на своей половине поля мяч подержать. Нет, сразу стремятся вперед. Вот сейчас Лунину нужно взять тайм-аут и объяснить товарищам, что лететь-то некуда. Иначе того и глядя, и Нардеа контратаку проведет и призабьет. А если выигрывает у нас Медлайф, то 3-1. Такое будет соотношение очков Медлайфа и Нардеа. Ну, давайте на секунду представим, что потом Медлайф одержит победу. И уже 6 очков. И можно уже будет бороться за бронзу. Так что да, сегодняшний третий тур, он решающий. Если будет ничья, то это ничья в пользу соперников. Других. По дивизиону 2. И ЧСБС, РТРС и Сберстрах. Количество нарушений растет, но до критической отметки в 6 фолов еще далековато. Сберстрах Сберстрах Сбер Esper Сберстрах Сберстрах Угловой Норды опасно. Вот все ближе, а не к тому, чтобы счет сравнять. Зреет гол. И вот созрел. 1-1 хватается за голову сейчас. Скамейка у Мидлайфа раздосадованы все игроки. Но немножечко не додержали победу. Выскальзывает она из рук. Тайм-аут собирался Мидлайф брать, но не успели сказать. Ну а что, тайм-аут. Здесь не отдыхать, здесь работать и играть нужно. А перехват у Нордыа получается. Еще одна атака синих. Ну что, Нордыа одни из королей камбэков. Нордыа, HSBC и Меридиан, пожалуй. Вот три главные команды в наших соревнованиях. Ну, Меридиан, собственно, взяли из другого дивизиона. Ну, разницы нету. И вот тайм-аут. Дальше... 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 Продолжаем игру. Отдохнули, поболтали, воды попили. Но что дальше-то делать будем? У Корнева момент, в ближнюю штангу он бил. Лунин. Скидка со столба, удары мимо. Нарде, мне кажется, больше сил осталось на концовку. Ну, ничья, но Нарде этого мало. Если выигрывают 4 очка, будет у Нарде, ну, не катастрофический результат. Ну, вот ничья с двумя баллами, Нарде будет тяжело что-то придумать. Успевать вернутся защитники Медлайф. И тайм-аут теперь берет Нарде. И тайм-аут теперь. И тайм-аут теперь. И тайм-аут теперь. Ты понимаешь, как лихонь с панелью? Ну, я думаю, что во время тайм-аута футболисты Нордео планировали иначе, исполнить этот угловой. Не настолько уж примитивная их мысль, но не получается. И финальный свисток. Счет 1-1. Счет 2-1.